Сегодня в Раменском районе на автодроме Мечково состоялось праздничное закрытие мотосезона, которое уже традиционно проводится ГИБДД. На нем побывал наш корреспондент Игорь Курасов. Колонну спортсменов возглавляет мотовзвод подмосковного ГИБДД. В нашем регионе он единственный в летнее время патрулирует дороги на двухколесной технике, от которой не в состоянии скрыться даже обычно неуловимые нарушители-байкеры. Выявляем нарушителей среди не только мотоциклистов, скутеристов, но и обычных водителей автомобилей. Этот номер носит не слишком миролюбивое название «Разрывание человека», а это всем известный прыжок сквозь огненные кольца. В закрытии мотосезона на автодроме Мечково приняли участие как профессиональные каскадеры и спортсмены, так и представители мотоклубов. Некоторым из-за сильного ветра не удалось показать все, что было приготовлено к празднику. Мы ставим трамплины в 20 метрах, оттуда выпрыгиваешь, и надо попасть в эту машину, во время полета ты делаешь какой-то трюк. Вот, к сожалению, не получилось. Но надеюсь, в следующий раз на таком мероприятии, когда приедем, погода позволит нам выступать. Мотосезон в Московской области уже пятый по счету. Все эти годы он проходит под девизом «Мы вместе за безопасность дорожного движения». Эта пропаганда, пожалуй, сейчас необходима как никогда, ведь количество ДТП в Подмосковье хоть и идет на спад, но все равно остается высоким. Я хотел бы обратить внимание, что сегодня общая культура, вождение участников дорожного движения, конечно, желает быть лучшего. И сегодня вот этот бурный, особенно у нас в Московском регионе, бурное развитие и прирост мототранспорта, конечно, это существенно сказывается в целом на дорожной безопасности. Красивым дополнением к празднику стали финальные гоночные соревнования, только уже не на мотоциклах, а на технике побольше. Зрители насладились зрелищным поединком спортивных автомобилей «Легенс» и «Миджет». Гонки на последних в России в этом году проходили впервые, но уже обрели большую популярность. Игорь Курасов, Артур Гавриш, Новости Подмосковья.